Теперь, дорогие друзья, я хочу зачитать резолюцию митинга нашей партии. Мы представители Южного региона Республики Молдова, участники организованного нашей партией в Камрате марша протеста против антинародного режима и митинга за свободную Молдову констатируем. Молдова остается захваченным государством, которое находится под полным контролем олигархической группировки в лице ДПМ и ее лидера Плохотнюка. К сожалению, в тандем с Плохотнюком вступил президент Додон, который на недавних выборах обещал прямо противоположное – бороться с преступным режимом. Перед самими выборами Додон публично подписал обязательство не сотрудничать с Плохотнюком. Он обманул сотни тысяч избирателей, в том числе и особенно здесь, на юге Молдовы. Сговор Додона с Плохотнюком стал полностью очевидным 5 мая 2017 года, когда в парламенте фракции ДПМ и ПСРМ вместе проголосовали за смешанную систему выборов. Фактически был совершен государственный переворот, цель которого – увести Плохотнюка от ответственности за содеянные преступления, помочь ему сохранить власть, чтобы дальше грабить страну и издеваться над народом. Молдова превратилась в государство, в котором появились политические заключенные, а против оппозиции обрушился вал репрессий. Главный удар этих репрессий принимает на себя наша партия. Власти продолжают проводить политику социального геноцида, направленную на уничтожение населения и изгнание его за границу. Продолжается необоснованный рост тарифов, который ведет к дальнейшему обнищанию населения. Зарплаты и пенсии не хватает на самое необходимое. Обещанное повышение пенсии обернулось очередным обманом. Зато повышение возраста выхода на пенсию – реально. Никто не борется с реальной коррупцией. Никто не собирается возвращать украденные из банков миллиард долларов. Подконтрольные режимы силовые структуры и юстиция используются для зачистки политической оппозиции и передела сфер влияния в бизнес. Центральная власть закручивает гайки в отношении местных органов власти. В первую очередь тех, где у руководства находятся представители оппозиции. Их лишают полномочий и ресурсов для решения самых насущных проблем людей. Водоснабжение, канализация, освещение, ремонт и строительство дорог, обеспечение школ, больниц, детских садов, борьбы с преступностью. Неугодных примаров и советников преследуют. Против них фабрикуют политически мотивированные уголовные дела. Их пытаются запугать и подкупить. Мы осуждаем политические репрессии, развязанные режимом против лидера нашей партии Рената Усатова, против Валентина Чемпоеша, Феликса Гринку, народных избранников и активистов от нашей партии по всей стране. Подобной антидемократической, порочной практике должен быть положен конец. Мы требуем прекратить незаконные преследования лидера нашей партии Рената Усатова, закрыть все сфабрикованные против него уголовные дела, обеспечить ему возможность вернуться на родину, нормально руководить примарией муниципе Бельцы и нашей партии. В Гагаузии все видели, как независимые кандидаты, избранные в народное собрание по одномандатным округам, вскоре после выборов оказались в кармане у плохотнюковского большинства. Обкрат эту систему в Гагаузии, они собираются распространить ее на всю Молдову. Такие махинации не имеют ничего общего с народным волеизвлиянием, с честными выборами. Мы говорим нет тандему плохотнюка Дадон, нет антинародной реформы избирательной системы. Мы призываем президента Республики Молдова Игоря Дадона выступить за сохранение действующей системы избрания депутатов парламента, не поддерживать введение любой системы выборов, которая позволяет сохранить преступный режим плохотнюка. Мы требуем проведения парламентских выборов в полном соответствии с международными нормами и стандартами, предусмотренными для свободного и демократического волеизвлияния граждан. Мы говорим нет росту тарифов и повышению пенсионного возраста. Требуем вернуть украденный миллиард, отправить в тюрьму реальных воров и коррупционеров. Мы требуем прекратить давление на местные органы власти, дать местным избранникам возможность нормально выполнять свои обязанности перед гражданами, которые их избрали. Мы требуем прекратить давление на местные органы власти. Наша партия остается подлинно народной партией, которая в сложных условиях захваченного государства и создания правящего тандема плохотнюка Додона продолжает борьбу за интересы людей, за освобождение Молдову. Мы идем вперед. Победа будет за нами. Потому что сила в правде! Сила в правде! Сила в правде! Сила в правде!